Здравствуйте, уважаемые члены рабочей группы. Прежде всего, разрешите вас всех поблагодарить за активное участие, за ваши предложения, которые вы вносили в администрацию и в госорганы по проекту закона о СМИ. Как вы правильно заметили, в средствах массовой информации это уже пятый вариант проекта закона. Мы старались по максимуму, по возможности учесть ваши замечания, предложения, в том числе по последним замечаниям. Я, наверное, подробно еще остановлюсь на тех статьях, которые были исключены, те нормы, которые мы согласились с представителем рабочей группы из числа средств массовой информации. Прежде всего, нужно сказать о тех изменениях, которые мы в последнем варианте, если вы не против. После ваших предложений, в частности, я хотел сказать, прежде всего, сразу обговорить. Действительно, вчера нами данный проект закона был выставлен на общественное обсуждение на едином портале КОНДУК ТОЛКУ Кабинета Министров. Однако, как вы все знаете, по соответствии с законодательством, а именно с законом о нормативно-правых актах, законодательство позволяет в течение месяца еще вносить предложения и замечания и дорабатывать проект закона по итогам общественного обсуждения. То есть, даже если срок действия нашей рабочей группы истек, это не лишает нас всех права продолжать вносить предложения. Контактные данные указаны на едином портале КОНДУК ТОЛКУ, там электронно, можете вносить предложения. Итоговый вариант все равно будет по истечении месяца. Это еще не окончательный вариант. Теперь, то, что касается ваших предложений, которые мы постарались учесть. Хорошо, пожалуйста. Конечно. Здравствуйте, участницы и участники сегодняшнего заседания. На самом деле, мы бы хотели, прежде чем начать, я думала, вы будете вводную часть чуть больше говорить, потому что вопросов очень много, именно к тому, кто мы сейчас здесь, на этом заседании. В качестве кого мы здесь сидим. И хотелось бы первый вопрос задать, продлена ли работа рабочей группы, потому что, как вы правильно отметили, работа рабочей группы была завершена вчера, согласно указу президента. Это первое. И второе. Мы бы хотели узнать статус сегодняшнего заседания, в качестве кого мы здесь сидящие находимся на этом заседании. И третий вопрос. Вы отметили, что 15 числа вы отправили проект закона, пятый вариант проекта закона на общественное обсуждение. Тогда мы бы хотели узнать статус этого документа. Согласован ли этот документ всеми членами рабочей группы? Или же можно считать, что этот документ исходит только от администрации президента? Прежде всего, действительно, срок работы нашей рабочей группы истек. Вы знаете, мы уже один раз продлевали срок действия этой группы. Пока на сегодняшний день срок действия не был продлен. То есть, он истек 15 числа. Но мы здесь все равно собрались, как рабочая группа, как граждане, как активные участники этого процесса. Хотел бы сказать, что, как я до этого отметил, мы на этом все равно процесс не заканчивается. Почему мы выставили на общественное обсуждение? Потому что срок действия рабочей группы истекал. И этот продукт нужно было выставить на общественное обсуждение. Но он был на основе ваших предложений и наших предложений совместных, получается. Где-то учли, где-то не учли. Постарались по максимуму, конечно, учесть. Но есть отдельный момент. Вот в части касается регистрации интернет-изданий в качестве СМИ. И они остались, как прежде, в изначальном. Но я хочу бы сказать, что наша работа на протяжении вот этих месяцев, три или четыре месяца, я могу сказать, что она все равно была плодотворной. Потому что данный проект закона, он значительно отличается от тех вариантов, которые были в начале, существенные моменты, нормы были убраны. То же самое по блогерам и так далее. И сейчас вот я где подробно остановлюсь потом. Какой статус нынешнего заседания? Мы здесь не как члены рабочей группы, получается, сидим, а как граждане, да, вы с вами сейчас сказали? Ну, просто как активные граждане. Формально. Нет, не формально, юридически. Юридически, да. В связи с тем, что срок действия рабочей группы истек, предусмотрен распоряжением, и пока не продлен, получается, что мы сейчас как граждане, да, но мы на протяжении трех-четырех месяцев вместе работали. Нет, я просто поясню, почему этот вопрос, вот ваш помощник Аклубек сказал, что мы сюда собираемся как члены рабочей группы для постатейного обсуждения, и чтобы... Я закончу, да, вопрос? И чтобы мы доработали этот закон действительно вместе. Но получается, что вы поставили специально заседание для постатейного обсуждения на 16 число, когда 15-го полномочия рабочей группы истекли. И этот вопрос Аклубеку задал, он его благополучно промолчал. Он в течение последних всех месяцев все вы молчите, не отвечаете на наше предложение, да? И поэтому хотелось бы сказать, почему постатейное обсуждение не было инициировано тогда, когда рабочая группа еще была юридически в полномочиях. Легитимная к тематике. Нам сейчас законодательство не запрещает провести постатейное обсуждение и учесть ваши замечания в случае необходимости. Алмаз, вы же юрист, главный юрист страны, вы же понимаете, что члены рабочей группы, если у них срок действия истек, если мы не смогли свои предложения постатейно обсудить и внести, мы сейчас уже не можем как члены рабочей группы. Как граждане, да, мы будем дальше участвовать в рамках общественного обсуждения, это другой вариант. Но именно как члены рабочей группы мы сегодня неуполномочены здесь постатейно обсуждать. Вы со мной согласны? Да, с имитой. Однако мы неоднократно же получали в письменном виде, в электронном виде ваши предложения и по ним отрабатывали. В том числе и по последнему варианту. Да, вот сейчас мы эту полемику продолжим. Вы же не учли наши варианты, да, 90%. Но здесь сейчас вопрос в другом. Что после того, как мы письменно введем, согласно протоколу заседания, было обозначено, что будет постатейное обсуждение в рамках рабочей группы. Мы готовы сейчас провести постатейное обсуждение. Нет, нет, Алмаз, подождите. Но мы же не можем, мы же все законопослушные граждане. Если срок нашей группы истек, мы не можем постатейный. У меня вопрос. Как вы, как главный юрист администрации, как заведующий отделом администрации президента, можете предлагать нам такое, да? Это же нелегитимно, первое. И второе. Почему постатейное обсуждение не было поставлено, а было достаточно времени до 15 мая? Дело в том, что с нашей стороны мы тоже данные по вашим предложениям очень подробно, детально отрабатывали со всех сторон. Вы, если обратите внимание, там есть изменения не только по вашим предложениям, есть и наши предложения, где мы там госорган, например, Минцифры подключили к вопросу не только Министерства юстиции. Другие есть моменты. То есть это тоже занимало время. Но я не считаю, что мы сейчас занимаемся чем-то противозаконным. Мы даже как граждане можем сесть, обсудить и постатейно выслушать всех, как бы юридически даже уже бывших членов рабочей группы, в том числе и меня, например. И на основе закона о нормативно-правых актах мы готовы по сечении месяца еще раз дорабатывать проект закона, если будут конструктивные предложения. Спасибо. А тогда вопрос. А как мы сегодняшнее заседание юридически оформим? Что это будет, если мы уже не члены рабочей группы? Ну, юридически, к сожалению, мы оформить не сможем. То есть это заседание сейчас ни о чем, да? Нет, ну почему ни о чем? Мы, есть площадка, есть возможность высказаться и внести предложения, которые мы будем рассматривать в обязательном порядке. Если вы еще продублируете на те контакты, которые указаны на сайте «Кондух.Толку», свои предложения, мы обязательно будем их рассматривать. И в течение месяца дорабатывать еще закона. Поэтому это как бы дополнительная площадка, платформа. Здесь обсудить вначале, а потом еще письменно внести, в соответствии с законом о нормативном плане. Спасибо. Сегодняшнее заседание, значит, юридически мы никак не оформляем. Оно не заседание рабочей группы. И еще один вопрос. Вот есть ли документ, где написано, что этот вариант законопроекта, который вы выставили на общественное обсуждение, он согласован со всеми членами рабочей группы? Нет, такого документа нет. Но, однако, он был выработан на основе, в том числе, последних предложений всех членов рабочей группы. Посмотрите, Алмаз, мы с вами юристы, вы юрист, я юрист. Мы знаем, что можно говорить, а все надо основывать на документах. Вот есть ли документ, где мы, как члены рабочей группы, представители СМИ, говорим, да, это согласованный вариант, где вы учли наше предложение. Если такого документа нет, сделаем вывод, что это документ исключительно продукта администрации президента. Правильно? Нет, такого документа нет. Но я хочу вам сказать, не во всех рабочих группах обязательно итоговый документ должен быть запарафирован. Каждый лист всеми членами рабочей группы. Нет, ну не каждый лист, но законопроект же должен быть утвержден всеми членами рабочей группы. Если даже один член отказывается, делается пометка, да, я не согласен. А здесь вообще нет документа, что это согласован. Такого документа нет, это правда. То есть можно ли считать, что законопроект, который был выставлен вчера на общественное обсуждение, это продукт, это законопроект исключительно инициатором, который является администрация президента юридически, да, без учета мнений медиасектора, который был включен в рабочую группу? Нет, я бы с вами не согласился. Потому что говорить, что это исключительно продукт администрации президента без учета мнения СМИ, это неправда. Потому что мы многие, ваши предложения, последние и предпоследние были учтены в проекте закона. А если бы мы только абсолютно никаких ваших предложений не учитывали, тогда можно было сказать, что это исключительно продукт администрации президента. А почему вы не дали нам тогда право, хотя бы, когда в постатейное обсуждение, хотя бы нам право сказать, что да, вот здесь вы учили, вот здесь вы не учили, но вы сейчас однобоко говорите, тем более юридически не оформлены. Я еще раз говорю, говорить можно все, что угодно, но такого документа нет, значит, он считается несогласованным. Но он не был единоличной администрацией. Только мы же ваши предложения рассматривали неоднократно, их учитывали же. Вы ни разу не предоставили информацию о том, почему вы учитываете или не учитываете те или иные предложения. Мы просим вас об этом с декабря и систематически просим об этом в чате в WhatsApp. За последний месяц вы даже ни разу не ответили. Мы там сами с собой общались. Не, ну не совсем сами с собой. Мы сейчас, я вам сейчас предлагаю. Можно, пожалуйста, дополню, о каком конструктивном диалоге тоже идет речь, если все наши вопросы, опять же, в общем чате не учитываются. И, пожалуйста, напомните, сколько раз мы собирались на заседание и сколько раз присутствовал глава рабочей группы Мурат Укушев на этих заседаниях. Напомните, пожалуйста, вот чтобы это было зафиксировано, сколько раз мы встречались? Ну, заседание уже проводится третий раз. Сколько присутствовал Мурат Укушев? Один раз. Это конструктивный диалог, по-вашему? Спасибо. Ну, я на ваш вопрос просто ответил. Вы спросили, я на него ответил. А у нас, можно вот все-таки с процедурными вещами закончим? На первом заседании, когда мы обсуждали, как будет решаться вопрос, поднимался вопрос о том, чтобы большинством голосов, возможно, Мурат Ханеметович тогда настоял, что нет, будет консенсусным способом решаться. То есть мы все будем приходить к общему мнению, и после этого будет приниматься решение постатейно. Такой разговор был, я думаю, это все зафиксировано и так далее. То есть отрицать этого нет смысла. Также я согласен с коллегами, нас практически лишили возможности хотя бы особое мнение высказать по каким-то позициям и так далее. То есть все-таки рабочая группа, вот то, как она должна была работать, не все можно в распоряжении указать, но мы об этом обговорили и протокольно это фиксировали на первом заседании. Как будет идти работа? Но вы тогда хотя бы признайте, потому что у нас есть ответственность перед всем медиасектором, чтобы люди знали о том, что нас лишили возможности, и те договоренности, которых мы достигли, не были соблюдены с вашей стороны? Ну, несмотря на то, что где-то с вами можно согласиться, однако вот это заседание, встреча, которую мы сейчас организовали, это в том числе для того, чтобы в какой-то мере провести постатейно и все-таки попытаться еще раз и дать возможность вам всем высказаться, свою позицию по каждой статье, по каждому предложению. И я говорю, у нас законодательство оставляет нам люфт, возможность в течение месяца еще доработать этот законопроект. То есть он сейчас или завтра не будет. Кроме того, я хотел бы сказать, что все те замечания, которые по процедуре прохождения законопроекта, которые указывали наши члены рабочей группы, необходимость проведения АРВ, общественное обсуждение иных экспертиз, все будет соблюдено в соответствии с законодательством. И АРВ и остальные процедуры законопроект пройдет, но он не завтра будет внесен. У него есть месяц. Мы для этого и собрали вас всех, чтобы выслушать и высказали свои предложения сейчас, на этой площадке. Потом еще имели возможность и письменно, и электронно в виде дать еще замечания. И мы будем еще с ними работать в течение месяца. Спасибо. Алмаз Асимович, тогда у меня предложение как активного гражданина, раз мы уже не члены рабочей группы. Коллеги, коли мы не являемся уже членами рабочей группы, коллеги легитимности этого заседания, легитимности нету, я предлагаю постатейное обсуждение не делать, так как мы все законопослушные граждане и мы не можем, мы не имеем полномочиями постатейное обсуждать. У администрации президента было уйма времени включить постатейное обсуждение в период, когда рабочая группа была легитимна. Вот мы Аклбеку задавали этот вопрос, Аклбек, мы же вам задали вопрос, 16 мая мы будем неуполномочены, давайте раньше сделаем, да, ну вопрос в ответ просто прозвучала тишина, просто нас проигнорировали. Поэтому я предлагаю сегодня никакого постатейного обсуждения не делать, мы это будем делать как активные граждане в течение месяца в рамках общественного обсуждения, в рамках закона, это первое. Второе, если нету согласованного документа, Алмаз Асимович сам подтвердил, нету документа, где члены рабочей группы подписываются и говорят, что это согласованный вариант, согласно закону мы имеем право утверждать, что этот законопроект исключительно продукт администрации президента, потому что никто из нас не подписался, а говорит, что вы учли наше предложение или нет. Вы можете говорить, что вы учли, мы можем говорить, что мы не учли. Мы должны опираться на закон. Законодательного закрепления нет, поэтому я предлагаю считать, что это законопроект, внесен в общественное обсуждение исключительно со стороны администрации президента и дальше продолжить работу как активные граждане уже в рамках общественного обсуждения, которое есть, как Алмаз Асимович сказал, весьма справедливо в течение месяца. Хочу поблагодарить от имени себя, администрацию президента за предоставленную возможность поработать в этой группе. К сожалению, не получилось конструктивно, к сожалению, не получилось согласовано, однобоко, но, тем не менее, спасибо. Семете, единственное, я хотел бы отметить, что, опять же, не согласен, что это исключительно продукт администрации президента. Вы же направляли нам свои предложения неоднократно. Это и по электронной почте, это же зафиксировано все. Мы получали, с ними работали месяцами. Многое из этого, что вы давали предложение, особенно в последнем варианте всего, целыми статьями были исключены нормы, которые именно в вашей сравнительной таблице были указаны. Мы постарались их учесть. Да, спасибо, Алексей Семенович, но я еще раз говорю, Дина сказала, что вы не учли, вы учли. Так можно полемизировать сколько угодно, но на выходе должен быть документ, согласованный нами, во-первых. Во-вторых, должно было быть постатейное обсуждение в тот момент, когда мы были полномочены. Вот если бы мы тогда обсудили, пришли бы к общему мнению, вы сказали свое мнение, вы бы нам объяснили, почему здесь вы что-то учли, что-то не учли. Или наоборот все учли, или наоборот ничего не учли. И на основе этого мы бы совместно выработали документ, когда мы были легитимны и полномочены. И в соответствии с этим документом можно было бы говорить, что это продукт совместной работы рабочей группы. Ну, этого не сделано же было. По статейному обсуждению нет. Мы же о Кубику говорили. 16 мая у нас истекут полномочия. Ну как можно, когда истекут полномочия, что-либо делать? Ну, промолчали. Документа нет. Но все это свидетельствует лишь о том, что администрация президента протолкнула исключительно свой вариант. Поэтому я предлагаю назвать вещи своими именами, юридическими, правовыми именами. Все-таки мы живем в правовом государстве. И назвать, что это законопроект, который выработала лишь администрация президента без участия в мини-секторе. Это предложение, коллеги. Если вы поддержите, поддержите. Нет, нет. Два предложения прозвучало. Первое. Ну, так как мы неполномочены не продолжать сейчас работу, просто завершаем работу, никакого постатейного нет, а в рамках, как активные граждане мы можем участвовать, в рамках общественного обсуждения. И второе. Объявить, что мы, как члены рабочей группы, не подписали никакой документ, не участвовали в постатейном обсуждении, значит, это исключительно однобокий продукт администрации президента. Все. Поддержите, поддержите. Нет, нет. Можно еще добавить, что в новом, вот в последнем варианте, вот вы говорите, что он согласован, появились нормы, которые вообще не обсуждались в рабочей группе, никем из членов рабочей группы не предлагались, и нигде они не были зафиксированы. И после этого говорить о том, что это был согласованный вариант с нами, я думаю, это абсурд. Извините. Да, и вот, раз, раз, ага, Алмаз, дело в том, что когда мы были официально в статусе членов рабочей группы, вы наши замечания, ну, практически на 95% не учитывали. Если мы сегодня будем обсуждать, ну, каким образом вы их будете учитывать, конечно, нет. Мы их просто подадим согласно процедурам, вот, на те контакты, которые указаны на сайте Комтолку, я так думаю. Можно, Алмаз Васильевич, уважаемые члены рабочей группы, бывшие члены рабочей группы. Вот у меня такой вопрос, да, вы правы, Алмаз Васильевич, мы всего встречаемся третий раз, и в первый раз за документом, если вы заметили, то есть мы открыли в первый раз документ, и вы предлагаете сейчас рассмотреть по истечению сроков полномочий рабочей группы. Мы рабочая группа, да, легитимна была в течение практически шести месяцев, да, полгода. Вот теперь у меня вопрос. Если мы встретились по факту за, по статейным обсуждениям в первый раз, по истечению полугода, то за срыв деятельности рабочей группы, образованной не кем-то, да, а президентом страны, срыв рабочей группы, деятельности рабочей группы, мы, вы соглашаетесь, что нужно по статейным обсуждения, практически, и приступаете к нему по истечению легитимности, да, то есть сроков. У меня вопрос. Кто-нибудь понесет ответственность за срыв рабочей группы, ее деятельности, образованной президентом страны? Прежде всего, насчет, я не согласился бы опять... Почему сегодня не присутствует председатель рабочей группы и не объясняет сложившуюся ситуацию? Мурат Ханюович, к сожалению, не смог принять участие. Сейчас проходит заседание Кабинета министров, он принимает участие на заседании Кабинета министров. Я хотел бы еще раз отметить, что я не согласен, Нурбик, с вашим мнением, что был срыв, и что мы по статейной сейчас обсуждаем, и только предметно. Однако, до этого, мы когда собирались тоже в этом зале, также были высказаны многие ваши замечания, предложения, мы постарались тогда выслушать. Кроме того, на электронную почту в администрацию президента нашим коллегам поступали неоднократно ваши предложения, то есть два или три раза мы, их можно тоже считать, что они были по статейными предложениями, мы старались максимум их учесть. То есть я в любом случае хотел бы поблагодарить членов рабочей группы со стороны СМИ, потому что проект закона, который был на входе изначально, и проект закона, вот этот пятый вариант, он значительно отличается. И в том числе, благодаря тому, что были учтены и ваши замечания тоже, да. Поэтому не стал бы говорить, что это исключительно продукт администрации президента, потому что те нормы, которые вы предлагали, мы включили в текст эконом-проекта тоже. Спасибо. Я не получил. Тем не менее, да, можно констатировать, что данный проект закона еще хуже, чем в первом варианте. Потому что все то, что было в первом варианте осталось, и еще больше ухудшилось положение средств массовой информации. Вы сейчас даже аккредитацию, которая должна, по сути, быть привилегией для обычного журналиста, то есть все журналисты имеют право присутствовать, примерно, на заседании Джоркенеша, но вы даже эту аккредитацию привязали к только зарегистрированным средствам массовой информации. Вы указали, что практически все веб-сайты должны быть зарегистрированы в Министерстве цифрового развития или в Министерстве юстиции. Подождите, пожалуйста. Вы, если сегодня стоит вопрос об экономии бюджета, вы двум ведомствам одни и те же дублирующие функции предоставляете и Министерству цифрового развития, и Министерству юстиции. Мы и так не договаривались. В четвертом варианте проекта закона, в первом варианте проекта закона не было Министерства цифрового развития. Почему в последнем варианте то, что мы не разговаривали, не было предметом обсуждения, не было в вашей редакции, вы уже в последнем варианте совсем другой проект закона нам предоставляете? Я хотел бы насчет Министерства цифровизации, Министерства юстиции ответить. В том числе, когда мы обсуждали проект закона, были отдельные предложения и замечания со стороны Министерства юстиции, в том числе, что касающиеся, что отдельные полномочия не совсем, может быть, соответствуют природе Министерства юстиции. В связи с чем был проработан вопрос и в части, касающиеся вот веб-сайтов регистрации, как СМИ, было принято решение, что данным вопросом будет заниматься Министерство цифровизации в администрации президента. Ну, это как предложение. Сейчас этот документ... А срок истек, как мы можем... Да, но документ, он еще не внесен, официально не инициирован в Джоркенеш. Его мы не можем считать официально проектом закона, пока он не был инициирован. Он находится на общественном обсуждении. Что касается наших замечаний, вот давайте на то пошло, если мы, получается, сейчас как-то говорим однобоко, что вот мы ничего не учли. Я хотел бы отметить, последнее ваше предложение, которое мы, например, учли. Что касается, если вы дадите мне минут 5-6 времени, я бы хотел бы... Я предлагаю это не делать, потому что нет легитимности этого заседания. Я предлагаю прекратить это. Нет смысла уже. Вы можете нам дать какую-то официальную бумагу, где вы продлеваете полномочия нашей группы? Вот после этого мы можем тогда обсуждать. Пока на сегодняшний день этой бумаги нет, поэтому... Ну, тогда я предлагаю, если такая будет, или в рамках общественного обсуждения как граждане, но не в рамках сегодняшнего. И я совершенно согласен с коллегой, что произошел срыв работы администрации, рабочей группы, созданной указом президента Садыра Джапарова, распоряжением президента Садыра Джапарова, да, два года назад на пресс-конференции, отвечая на наш вопрос, он сказал, что никакого закона, ухудшающего свободу слова в стране, принято не будет. И он создал рабочую группу в надежде, что мы совместно, совместными усилиями создадим такой закон, который будет, наоборот, укреплять и защищать свободу слова. Ну, на выходе, вы очень правильно, Алма Засимович, ответили, пятый вариант закона отличается от первого. Но не отметили, в какую сторону, по нашему личному мнению, в худшую сторону он отличается, потому что факты свидетельствуют, что добавился контролирующий орган Минцифры, вы сами сказали, администрация президента в одностороннем порядке приняла, да, аккредитацию вы сделали не привилегией, а обязалов, и наоборот, обязалов для журналистов. И таких фактов много. Поэтому, я же говорю, можно полемизировать сколько угодно, мы нелегитимны, и давайте, да, проголосуем и все. Кто за предложение, чтобы не продлевать дальше свидетельствуют, то есть, нет, если продлевать рабочую группу, да, деятельность рабочих групп, если будет какой-то документ, если вы снимаете, то что ты хочешь сказать? Ну, скажи, если. А, заседаясь, что у нас всегда не будет. Ну, у нас заместитель не был, да, официально по этому, поэтому, ну, а есть, а, да, ну, скажи, если хочешь. Я был официально заместителем рабочей группы, но сейчас уже не являюсь таковым, да. Смотрите, Алмаз, вот я все-таки поддержал бы коллегу. Нурбек правильно говорит о том, что не было зафиксировано итог рабочей группы, понимаете, должен в любом мероприятии должен быть какой-то итоговый протокол, его нет. И сегодня говорить вот о том, что не было сорвано распоряжение, извините, оно было сорвано, это во-первых. Во-вторых, вы, по сути, разделили рабочую группу на две части, да, часть членов рабочей группы, которые принимают решения, а часть, которые могут просто что-то предлагать и ждать, учтут или не учтут. Потому что лицом к лицу мы, в общем, этого не обсуждали. Коллеги, давайте проколосуем тогда и все, все. Продолжение следует... 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 Сегодня это уже легитмирование,嘛, жительный церковь. Мы обучили это, как мы обучаем с тем, что это делается, но это все хорошо. Комидатор-отерковный комитет в комитете о том, что мы все должны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...